За вторую просьбу. Единственное ощущение, что те решения, которые принимали с этой встречи по братскому гаду, принималась команда, но вряд ли он полил, когда без КБшки, фолзбой или пиджар. Если команда принимала, то решение по братскому гаду не было. Поэтому в конце гаду, то есть золото для себя, любимого на герри, в конце гаду. Хороший вопрос. У меня несколько вопросов к пикам. Во-первых, где Эмбер для Раибла, третий решающий, чтобы теперь уже точно уничтожить Сквадикса в миде с третьей попытки. А тут Коттл, и мне кажется, что кроме Раибла на Киперов Злайте вряд ли кто-то сыграет. Ямичи я точно там вообще не вижу. Может быть Санейка там вспомнит былые годы. Отвечают Фурионом и Клаком. Вот, кстати, ДП вообще сегодня выпало. Нет у тебя такого ощущения? Вчерашний вот игровой день, три беста в три, везде была Деспрофит на разные позиции, и на первую, и на третью. Ой, на вторую, и на третью. Ну, эти команды, видимо, не очень пользуются спросом у этого персонажа. Или этот персонаж не пользует спросом у этих команд, как удобно. Ладно, мне чем поживее карта будет, тем интереснее. Мне пока нравится, что набирают ребята. ДК Фогас первую карту хорошо показал себя на прайм лбсте. Котла Медоуа мы предлагали, по-моему, в предыдущей карте на мид куда-то там ставить, да. Но, в целом, выбран был, по-моему, Хускар и Победа. Котл активный персонаж, Фурион активный персонаж, Клокер активный персонаж. Пока лайк. Пока хорошо. Угу. А вот Эмбер. Думают, что это Keeper of the Light саппорт какой-то, условно. Но я бы, кстати, посмотрел на Котла Астапа, потому что в миде мы с тобой и в Юго-Восточной Азии могли его усмотреть. Да, и Смаил нам показывал в Западной Европе, и вот в СНГ Рейбл тоже выкатывал. А на Саппорте это что-то прямо интересное. Можно даже не аура, а какие-то форстафы, наверное, собрать. Просто апп на чистой левел, захиливать постоянно команду эллюминейтами. Может быть, какой-то шар там в квикбай поставить. Баня при этом Пангольера, Войда. Ну, такое ощущение, что вообще немножечко логика вышла. Знаешь, то есть команда действует просто по своим каким-то стратегиям, задумкам. Ну и вопрос... Да, нормально, вроде. Первые и вторые позиции убираются пока. Ничего такого. Вроде. Я бы еще против Фариона какого-то Спектра подбанил, конечно. Помимо Эмбера и Наги. Чтоб комфортно было играть. Ну, она на Спектре мы пока не видели, но я бы хотел посмотреть. На Нуна, знаешь, на таком. Не на каком-то Сикере, там, Снайпере. На чем еще играл? На Ур, СПЛ. А именно на каком-то Хардкере. Вот насколько он, да, понимает, там, чувствует тайминги. Как он может себя в лейте продемонстрировать, с какой стороны раскрыть. Сейчас будет открывающий Драгсайт. Ну, если так посмотреть, герои, в которых часто берут их, нет. Вот это как раз Рубик. Но Рубика решили они забанить и взять Джека просто. Ничего себе. Про что вспомнили? Про то, что Джокеру, видимо, неплохой лейнер против Фуриона. Против Опеньков. Задуваем, снижаем скорость атаки, скорость перемещения. Пиньки становятся не очень полезными. Ну, или не отрабатывают на 100%. Ну, по игре, да, полезно. Можно Форстав еще, да, взять на Джекера, потому что Джек это вешалка для предметов. Ты там что угодно покупаешь. У него обычно много довольно денег для саппортов. Отвечают Мираны, берут сюда Тини. Скорее всего для Сквадикса. Ну, тут как бы по-другому расставление героев не приемлет, я думаю, ВП. Никакой Мираны тройки мы не увидим. Просто Медовый Тини, на котором Сквадикс сегодня выступил достойно. То есть до там 15 минуты все вообще было идеально. Потом где-то просел, наступил на стрелу, но тут стрела играет за него, поэтому бояться нечего. Коттел вроде против Тини нормально стоит. Ну, то есть они друг другу особо не мешают. Коттел за сторону Радиант. Ну, вроде за Дайр там поудобнее фармить лес, который возле центрального коридора находится, делать кампейн. Ну, за Радиант тоже можно. Поэтому нормально пойдет. Коттла можно оставлять в центре против Тини. Тини будет заниматься своими делами, Коттл будет заниматься своими делами. Один выформит Блинк и будет бегать с какими-то активными рунами. Второй может купить себе там Юл, тоже перемещаться. Так, а Таск это интересно. Таск нам оставляет надежду на то, что Коттл может и не в центр пойти. Можно будет как-то попробовать Таска в центр Коттл Саппорт, например, с тем же Праймал Бестом на линию подготовить. Ну, вот я говорил о том, что у Дороксайд была проблема, в предыдущем драфте некому было напасть толком. То есть, там Эмбер вяжет чинами, да, но нет героев, как Клокс, знаешь, который плотно ворвался, захукшотил, задезыбрил, подержал. Тускар из таких, да? То есть, он может даже без Линка там как-то на Сноуболе вкатываться. Возможно, это Мидовый герой против Тайни. В таком случае вообще классно, потому что ты часть прокаста Тини способен задоджить, вкатиться в него, убить там с Ваурус Панча. Сапы, правда, не особо активные. И, короче, не до конца понятно, как они это все расставят. Потому что тут Котла надо на линию с кем-то, скорее всего, с милишником, правильно? И который будет еще и терпеть постоянные задувки от Кипровзлайта. Можно и так. 23 будет у ребят из Virtus.pro, то есть они, да, Спектра грамотный бан. Я его предлагал даже во второй стадии забанить, чтобы против Фариона не взяли. Так, кстати, пропустил этого персонажа. Так вот, надо будет просто прикинуть ребятам из ВП, куда Фариона мы ставим. В итоге в оффлейн или в легкую. Что мы хотим. Ну, вот уже как будто... Вот, с одной стороны, приходишь против Джакира, ставишь пеньков своих. С другой стороны, идешь на легкую, а там, может, Праймал Бист и Котл, да. Которые, там, условно, ОЕшками своими спокойно задувают. Трэмпл есть, да, который, собственно, там, Крипов тоже может съесть. Ну, этих вот пеньков. Как будто ни там, ни там не разгуляешься. А хочется на Фарионе прийти, обдонять соперника. Там его где-то даже отзонить от Крипов. Почему нет? Вопрос, нужна тройка команде сверху или нет. В теории, кстати, ВП, знаешь, что могут сделать? Они могут вообще Фариона на позицию Керри действительно оставить. Взять какую-нибудь троечку с Аурами. Ну, а почему нет? Ну, Крылат точно играл, то есть, ВП. Другое дело, что вот одного Фариона Кора оставлять это очень опасно. То есть, по игре тяжело именно получается. Ну, вообще, это сигна для Кролата. Вообще, герой, на котором он выкатывается постоянно. Ну, думаю, что да, Ноутис, скорее всего. Просто перебираю разные варианты. Забанили там Кулю, Старк в ответ. О, ВП. Попытенциально, да. Готовят как будто бы баны против Керри Фариона. Да, появляется Керри Фариона. Флейнген Тавер, так и решили. Оу! Оу! Месье Баджик от Нуно появляется на первой позиции. Рейбл, в итоге, Медовый Праймал Бист. Я ему чувствительна на котле Сапворте. ДК Фогас исполнит На тройке Таски Интересный подбор корпуса Таск, Праймал Бист и Паджик Пресветает толстота, конечно Ну я понял, в чем была задумка Пика и Котла, и Джека Куда бы ни пошел Крылат Мы его везде найдем Тут будут иллюминоиды, там будет Долбриз Но в принципе мне очень нравится И вот, опять же, Рейбл в миде Получает так, ДК Фогас будет на линии Вместе с Котлом Ну слушай, там на самом деле вкатываться, закрываться На определенном левеле они чуть ли не убивать могут Этого Крылато По игре довольно просто его будет здесь ловить Ну такой пик, видно, что Фуфан немного От Дарксайд Возможно, экспериментирует, опять же Но он сказал, хочу на Пудже сыграть, похукать, поесть оппонентов Свой слот они в плей-офф, собственно, проворонили Действительно, для них самая последняя карта остается И потом долгий-долгий перерыв впереди Поэтому решили закончить на позитивной для себя ноте Поиграть в том, на чем действительно хочется поиграть А Нунчику очень захотелось поиграть на Паджике Я вот уже пошел шерстить Когда последний раз там Нун этого Паджика Использовал по прямому назначению Не в центре ли, миллион лет назад Последний раз он его в миду использовал Потому что на керри, ну честно сказать Я вот уже перебираю 7 месяцев назад Нет, проще не так, конечно Проще вернуться на главную страничку И посмотреть, наверное, по героям Если дота баф брать, то там у Нуна вообще Каждую катку разные герои То есть он там, я видел у него недавно была страница Сикер, туровка, снайпер, что-то там еще То есть он вообще, знаешь, не ферспикает одного героя 24 на 7 и не ласпикает в том числе Нашел, короче, последний раз Ну на Паджике Сыграл 6 месяцев назад против коллектива Гейминг Гладиаторс Это был турнир ESN1 Малейжа Квалификации До этого он играл До вот этого матча Он сыграл в 2018 году То есть у него вообще опыта игры на Паджике нет Ну компетитив опыта игры За, получается, за 5 лет Одна игра и то проигранная За 5 лет Одна игра в компетитив на Паджике И ту он проиграл в гейминг Гладиаторс Ну хуки уже прут, друзья И коэффициент до хуков был 1.5 на мишек Не забывайте про промокод кисуру Удваиваете первый депозит, конечно же Но пока удваивает свои шансы на то, чтобы победить впервые на Падже Нун, отличное попадание ВП к такому готовы не были Ну ва, а может еще попытаться сквадиксы подцепить, почему бы и нет Слушай, если он попадет, все, я просто Я отдал бы победу уже тех винам в команде DarkSide Но, я открыл теперь паблик-профиль Нована 14-й ранг у него Играет на самом высоком уровне И тут он тренировал 9 дней назад сыграл на керри, соответственно 2 месяца, там много матчей 5 месяцев, 3 месяца назад То есть, нет-нет, но Паджик он использует Сейчас в классической сборке Там через Аганим, через Шиву Там, где надо Лотус покупать Везде всегда свои займы, понятное дело Короче, паблики практикуются на просцене Нет, решили сейчас взять Ну, вообще хороший момент Хорошая ситуация для того, чтобы пикнуть Паджика, я считаю Правда, сетапа как-то на линию нет, знаешь Вот как Гладиатора нам показывают часто Вместе с Дурачьо, да Там эти колбы постоянные, АЦМки, Хуки Здесь, в принципе, будет лишь замедление Не думаю, что как-то в дом можно попасть таким образом Чтобы подцепить и фукнуть И чтобы крипов не было рядом Слишком много условностей Но, в целом, First Blood был сделан И все, я думаю, пока Паджик на линии, это же не про Хуки Паджик на линии, это скорее про то, чтобы быстренько вынести себе фейзы Хорошенько покачаться Да и в целом, нынешние паджики Вот это немножечко, конечно, на слезы для алдов Которые привыкли Ну, не знаю, смотря доту еще там с первой Ранее вторая Что паджики это медовые Паджики это про Хуки Про активность, про экшн Нынче паджики такие Паджики керри через Аганимчик А Хук, ну такое, да Это баловство Это ненадежно Это не то, на что опирается нынешний Пудж Тут опираться надо на сапов своих Потому что, ну, без них пока Тяжело ему без Санейка Пробили на первом левеле Там был Хувстомп Опять же, Мирана залетела своими тычками Болезнями Интересно, кстати, посмотреть на Такой матчап И тут стан по двум персонажам Масса дэмэджа Можно было Старфол туда какие-нибудь злефить Сюда Кафогаса были Проблемы Но он Фласку себе привез заранее Понимал, видимо, что линия будет очень-очень тяжелая Надо отбиться Пережить первый левел И потом Уровни, кстати, со второго, с третьего Я уверен, что Будет все намного проще Прокаченные иллюминейты И центы, по идее, должны падать От прокаста двух персонажей Квадик стоит против Рейбл В центре Но Квадикс Своей команде, конечно, не рад Точно не И респектовал Зауданный ФБ Рейблу Который начинает С быстрой бутылки Сразу же И с максимального позитива Квадиксу придется Против ФБшного Такого Праймал-беста На линии стоять Друга Типы, да У них точно есть Зуб Друг на друга Очень хочется Друга переиграть Да может они вообще Жизненные друзья Кто знает Знаешь, они там общаются Постоянно Мачапок где-нибудь Играют друг против друга Ну, а может быть Просто, да Зуб наточили В рамках этой серии Все-таки им еще И дайк встретиться Так, Трэмпл был нажат Папу третьего левела Прикольная Задумка от Рейбла На первом полететь Не стал Союз на липах Не попадает стрелой К сожалению Мне кажется, вообще Стрела здесь была лишней Явно Тратит свой Второй прыжок Если я так полагаю Еще третий Тем не менее Ну, без хп Вот были бы старфолы Сколько раз Ноутис здесь попал Станом, да, крутый Под вумпер Санажем в том числе Мне кажется Союз-ка уже убийство сделал Только старшторм Старфолы Это когда Когда старфолы закончились Старфолы Во второй доте были или нет? По-моему Мирана Как во второй доте Оказалась Сразу старшторм У нее превратилась Нет? Мне кажется Были Ну, будто бы Когда я там Только начинал В доте играть Они были А я Ньюфак То есть Это было не прям Мега давно Так Ну, тесто Поймали Эрол залетает по нему Дизейбл Качественный Спасает своего тиммейта Ну, такая заруба Прям мега интересная Мне кажется, что тут Любая двойка Способна даблкил оформить При удачно Сложившейся обстоятельствах Для Команды Дараксай Это, конечно, хук От Нуна Который Если залетит где-то Это, конечно, будет очень мощно Помним, как он сделал Ферсблат Этой самой способностью Но пока надо отъедаться Вкачал флэш-хип Понимаю, что линия очень тяжелая Постоянно его пробивает Где-то Активировать данную способность Было бы неплохо Довольно ровненько ставят обе команды Даже по крип-статуе Это видно Разница в 2-3 крипа Всего лишь Вот от Укалиса Пытается наехать Укалис прятался Конечно, бафы прикольны под котла Что, активной способностью Таска хватает Шарды сноубол Снижать МКД на линии Всегда приятно Добираться до соперника Делать какие-то убийства Потенциал точно есть Нам, по идее, Клок будет мешать Постоянно Значит, ты в кого-то закатываешься Пытаешься убить А там Коги А вот и они, кстати говоря Руна воды, правда, все равно Достается Раиблу У Укалиса проблемы Нечем разбежаться Раиблу Поэтому придется идти пешком Либо отпустить оппонента И понадеяться, что Ямич его как-то затыкает Но там, по идее, будет Иллюминейт Рано или поздно Пытается заденается Об крипов Ямич отменяет атаку Ну-ка, покажи нам скилл Ну да, здесь просто ДК фокус Фраг достается Тем временем на нижней линии Ноутис Застанил Дабл-Айдж нажал Но Нун живет до конца Не хватает одной тысячи Буквально Нун Чуть было не уничтожено Через Союз Красиво сыграть хотел Еще из Дуал Бреса Выпрыгивает Союз Добился своего Все-таки разменял Паджика здесь Но Паджик хотел сыграть Мега красиво Спрятался там В тумане войны Думал, сейчас развернусь Съем соперника Активировал рот И уже КПшки не осталось Почему-то стрела в Дубу А сейчас у Союз У него какая-то Собственная мета На Мирану Но возможно, знаешь Это по причине того Что у Мирана четверка То есть это на пятой позиции Мы привыкли Страфолы видеть Да, там двойные взлетают Тут возможно Это сделать чуть посложнее Потому что где-то там Санейка в тень По КД уходят Деревья эти Не знаю Либо из-за того, что есть танк Кстати, насчет хуков Ну, он попадает Союз-то был уже без липов И это третий Заряд заплатки Вот тебе и путь Без опыта компетитив Нормально, нормально Но Ванна все пока классно Сапог Чинмейл Рейндропы себе взял Бивать его трудно Браги он начальный получил Экономика хорошая Мирану здесь забирают Так же А, это таск забрать Потому что почти не там На верхней линии Справляется крыла С своим саппортом тоже Пока мало экшена Большего центрального коридора Там просто ребята В крипов Вгрызаются И Делают это, кстати говоря Почти с одинаковым успехом Ну, я имею ввиду Фармят крипчиков Ну, вот Шестая минута Сейчас оттягивается саппорт И снова Ван Слоу Та же программа Рейбл переехал И Руна Руна появляется Регенерация Которая сразу сбивается Рейбл Да, Пульверайз И просто выбирает Не знаю, стоил он того или нет То есть Отдать свою жизнь За то, чтобы Руну Не отдать сопернику Как бы там не было Дукалис Сыграл как сыграл А Рейбл получил Помимо фрага Еще и Руну баунти Сразу Колит идти на дом Есть там цели Снизу Ноутисто пытает забрать Стрела подстанк Кентавра Ноутисто под замедлением Баджик, конечно От вышки нормально получил Там Фурион спина прилетел, кстати Да И Баджик накрыл Крыла тут как тут Санейко делает телепорт Тоже мимо крыла Дабл Забайтил на себя В итоге Ноутисто И крыла пришел Собрал урожай А Праймл Биста Все это время находился На топ лейне Я так понимаю Теперь сделал ТП вниз Есть хотя бы кого-то Пульверайз уже откатился Пытается скушать он Все-таки Кентавра Ноутисто на лоу ХП Стан Стрела И ультом просто Разрезают Рейбла Ну как это опять происходит Господи Как же ему не везет Против команды ВП В очередной раз Неудача Отправляется в таверну Этот отрезок Мишки Проводит крайне удачно И на самом деле Нунта потратил ТП Уже в бот лейн Сюда приходит Тинни И мне кажется Пуджу либо надо Помогать всей командой Либо он умрет Рано или поздно Они же знают Что он с ТП Теперь знают А там телепорт Ладжик идет драться Рядом ДК Фогас Как разыграть Эту ситуацию Тосы Под стан Кентавра Поле сноуполом сеймят Эволан никуда Но жить все равно сложно Старштор падает Фогас сожимает Вот это фит конечно Качественный такой Очень качественный фит Дарксайд тут 5 фрагов от Алии Ям еще 6 на топе Супер Это классно просто Мастерский Подфидон или Дарксайд Здесь и Виртуз Пром Получает нереальнейшую Инициативу на старте Знаешь чем отличаются По настроению команды Которая Одна прошла в плей-офф Другая и нет Вот тут что-то подобное По ощущению Ну тут просто Вот на автомате Уже полетел Не подумал о том Что его там Остановят Союз крадет Руну Приходит сюда еще И Сквадикс Так Его можно разбить На самом деле Прилетает Рейбл Хорошо останавливает Гречи и Сквадикс Замечательный Тос Выигрывает много времени Подходит уже Сапа Со стороны Дайер Поэтому Рейбл здесь Ну не может активно действовать Никак Ему стоит отойти А мне стоит вам напомнить Дорогие друзья Про Замечательный розыгрыш В приложении Бутбум Заходите туда 500 тысяч Хрибетов На дороге не валяются Баннер под трансляцией Плотничком Плотничком Дукалец От Рейбла Перехватывает Здорово Он слот Надо выйти Выйти не дают Бульвераль Дать не дают Дать не дают Все Ченнелинг способности Какие-то Даже не ченнелинг А имеющие Анимацию каста И она все сбивается В моментальных локерках И Тинни в этом плане Против Праймал Беста тоже хорошим Эволч Не дает Новослоу Куда-то подъехать Да, пока переигрывают УП своего соперника И на самом деле Конечно Слишком много Отдали Дарксайд За последние 2-3 минутки Слишком Ты вот посмотри На оденький крылата Только смотри Не с точки зрения цифр А вот на саму полоску Где вот там Рядом Праймал Бест И эта полоска Просто чуть ли не за экран Уходит у крылата Великолепно Покачался на топ лейне Остановить его не смогли Там килл излутал С телепорта Под ульту пришел Ну и сейчас будет замес Правда без хуков Нуна Но тем не менее Может он быть Потому что сманканулись ВП А здесь и ДК Фуга С Санэйк Рейбл Будто бы готовы принять удар Там варсайд Хороший удар ксайд Очень крутой вард На него сложно подняться ВП И ВП смог В итоге потратили в никуда О них уже точно известно Рейбл правда Далеко выходит У него только фейзы Есть конечно там Фулл ТП Фулл МП А тут Паджика в центре Глиф уже был использован Паджик Что происходит Рейбл Но ван Здесь в центре Путь защиты А вышки Еще телепорты Сюда есть Алендж шикарный По таймингу Отойти шард И перекрывает проход Фокус Хук неточный Но очки дал но ван И вышка Пала Забирает крыла Отминками спокойно Защитить Здесь в Дарксайде Не получилось Какой же сквадик Сможный Да на своем тени Хук Шот Против Фуджика А у него хук В кулдауне Получается никак не ответит Че Эрл Залетела туда же Фраг по первой позиции Команды Дарксайд Такое ощущение Что ВП уже не остановить На 10 минуте Ведут 4000 Я думаю Что если отмотать Время назад И спросить у зрителей На первой карте Сумеет ли ВП Забрать 2 кряду Ну мало кто мог В это поверить Но сейчас Они настолько легко Захватывают Это преимущество Я даже не знаю В чем Паверспайке У Дарксайд Наверное БКБ На Рейбле Но опять же У тебя Праймал Бист Он качается Мега медленно Ему надо оставить линию Может быть что-то подстакать Чтобы он Трэмпом забрал Иначе Плутинг Бар Появится уже К следующей карте Да гоним на Паджике Вот он Паверспайк Самый главный Тогда когда Паджик Становится чуть ли не убиваемым С раскачанной пассивкой И с возможностью Принимать счастье В любых сражениях Наверное Надо дождаться Аганима Просто на Паджике Попробую с ним поиграть Но пока его нет Пока и действительно Нет ПКБ у Богоса Ребята из ВП Играют круто Потому что Тини, Мирана Клокверк Да даже и Кентавр Все норовят Сейчас пойти И подраться А Тинисей Мидасик бахнул Вообще Нормально Ну а почему нет Мадикс За первую карту А просто Мидас Понял То есть АПТ Мидас Ну может тогда Без блинка уже Керити не сыграем Через нам Саблю Криты какие-то Без Аганима Но как бы этот Мидас Злой шуткой здесь не стал Потому что Блинк ему бы очень много дал Продлил бы доминацию Команда ВП А вот сейчас Выходит драться Дараксай Да там условно И с БКБшкой Рейбла Попробуй останови У вас ответить Будет нечем толком Хотя вот там Ростой упал Знаешь Как Синкью нам Помнишь показывал С фейзами Просто на четверти тинья И нормально Это нейтралки Достаточно более чем Чтобы до оппонента Отбираться Выдавать прокаст Ямич Здравствуйте Еще и Буар Поставил здесь Если мы прокликли Все спалили Прекрасно Эра взлетает в Нуна Аганим Немного отдаляется И Ямич пытается Отдалиться от соперника Бежит как может На скоростях Гонит эту лошадь Но не тут-то было Там стоппит Оппоненты быстрее оказываются Без шансов Ямич умирает Вместе с Рейбла Минус 3 на ровном месте Ну значит Эта игра Хотя бы Надолго Не будет затягиваться Пока Дараксайд Анти в себе силы Чтобы камбэкнуть Не могут Ну Какую-то на тупе атаку Придумали Кстати Так Дукалис Портуть-ка забрать Дукалис Сколько мог пожить Пожил Теперь Надо чтобы команда За него вписалась Идут по следам Тотовкогас Есть отличный Айс пас Он еще и развернуться Планировал Хорошая Очень Надится Снова Пол еще даст А тут Рейбл Подоспел Он без ПКБ Там уже правда Кентавра Пайп есть Тяжеловато пробить Рейбл Материал таск Неужели умрет Стрела летит Точное попадание По дэвел Рейбл Рейбл уже не парится Просто залетает В какой-нибудь Кипиш А вот что-то получится Вот видим Что не получается Игра у него явно Не пошла Складник сильнее Ну как будто Складник со всех трех карточек Был сильнее на линии Так уж получается Что он Как-то он лучше играл Чем его без Ави Ну если вспоминать Серию на ДПС Первого дивизиона Где-то Роксайд очевидно С МФ встречались Да состав был другим Но в этом выиграли 2-0 это раз И 2 Рейбл Очень жестко стоял Мидлейн То есть я думаю Складник с тех времен Ну действительно подрос На этом турнире Перформанс показывает Очень-очень качественный Я думаю что это Один из лучших Мизеров вообще группы Если так посмотреть Можно его наверное С ДПС откидом В этом плане Сравнить Стампит Интересно куда А здесь нападают На Нуна в очередной раз Но Явич поблизости Будет ли захил Да Но всего-навсего На 150 кп Этого мало Потому что оппонентов Бёрста больше Приходит ДК Фогас Ваурус Планч работает Рюминейт сюда же Пытается Крылату бежать Но нужен хотя бы Какой-то дизейбл Дукалис Тиммейтов не продает Весь удар он из себя принимает Хотя бы Клокверка сдула Вот что-то Какая-то компенсация Ну как тут Джокера погиб В центре До этого погибал Паджик Преимущество растет 7000 18-7 15-ая минута Где-то найти Найти за что зацепиться Вот Доту Плюс Пока не может найти За что зацепиться Дает 10% Камбэка на Дарксайд 90% на победу Вверх и справ Я наверное Согласен С этой расстановкой сил Еще бы посмотрел На коэффициент От нашего партнера Бэтбум Какую-нибудь Десяточку дают На камбэк Дарксайд Ну или хотя бы 6 Не Мне кажется Там все 10-11 уже С такой доминацией От ВП И по ощущениям Они останавливаться Не собираются И знаешь Я бы не сказал Что в Лейте Прям пик слева Намного-намного сильнее Станет Если у Пуджа Все время будут проблемы И условные Коры врага Будут обгонять его На там Половину Либо на целый слот Плюс он вот делает Аганим Да я с тобой согласен Это прям пик силы Паджера Невероятный Но Это Аганим без всего У него там фейзы Нету ни ВГ Ни Худа Ауру команды Тоже 0 Единственное На Отхил со стороны котла Стоит надеяться А вот они Кэпа друзья 1-0-1 И я думаю Что сейчас Этот коэффициент Станет Вообще уже 14 на 1-0 Полноценно После фрага На ДК Фогасе Очередном Ну вы Не забывайте Стреплять свои ставки За счет промокода Фессора Удваивать первый депозит Нашли Нувана Привязали его Крикнир уже имеется Я так понимаю Или это Атос Там просто и молния пробнул И эффект отцепенения был Ага Просто Атос Атос и молния Все прокнул А сейчас появляется Глэпин Тяжеловат А так Не дают уфармить Так анима Рейблу ДБКП тоже Быстрее Ну даже уже Из базовой Тяжеловат Куда-то В районе там Зоны Очерченной Тир 2 Бегают ребята Из Дарксайда А все что дальше Они пересекают Там уже огромный Риск Ну вот понимаешь Почему я говорил Про мвп На первой карте ДК фокусу Потому что он На праймл бесте Умудрился высушить линию Не потеряться И на такой минуте У него было Очень много слотов Вот Рейбл К сожалению Даже с центрального Коридора Вышел довольно Напали в Куджа В очередной раз Айспас работает Но как бы Вывести Куджа Из Дизейблов Непонятно Летят двойные звезды Похоронили здесь Нуна Нужны какие-то ответы Вот сейчас Рейбл прилетит Должен рассказать По идее Хукшот Дабл Эйдж Идет Угарис до конца Нету правда Уже хукшота Но тем не менее Можно потанчить Выиграть немного времени А за это время Команда наносит Массу дэмэджа Минус 3 Четвертым убийством Станет ДК Фогаса Только Ямич Имеет шансы Выбежать отсюда Но он конечно потеет В этом по идее Очень много Иллюминейтов выдал Но этого мало И за ним погоня Последний пятый Остался Вайпнуть всю команду Хотят ребята Из Virtus.pro Ямич Иллюминей Как по Сквадиксу Прилетит И И никак Ну да Ямич тут будет выживать Джакира Байбэк А тут ГГ Все понятно А там кто-то вышел уже А Ну слушай Сквадикс Заставил оппонента Потерпеть то же самое Что претерпел он Субтитры сделал DimaTorzok